Но подорван хуторской мир. Новые отношения вошли под старые крыши. Нет больше в литовской деревне помещика, потеряли прежнюю силу кулаки, резко уменьшило количество бодраков и бедняков, вырос и окреп средний крестьянин. Нет таких слов, чтобы выразить всю глубину нашей чистосердечной признательности и безграничной благодарности за землю, которой наделила нас советская власть, так сказали трудовые крестьяне Литвы в письме товарищу Сталину. Перед Сталином, перед всей страной обязались они поднять сельское хозяйство республики. Весной 47-го года на полях разгорелась борьба за будущий урожай. Урожается литовская деревня. Руководители колхоза Феркали Шауляйского района вместе с секретарем райкома Жилинскосом обсуждают план строительства колхозного поселка. Символ новой жизни строятся дома для колхозников. По народному обычаю на стропила поднимается. В советской литве выращивается своя порода сильных, выносливых лошадей-тяжеловозов. Заведующий... Заводок в сотрудничестве с учеными, вывели новую породу молочного скота, литовскую красную. Самые крупные фермы в литовских колхозах – свиноводчестве. Лидис, думы его летят далеко. Кому, как не новым хозяевам литовской земли, думать о расцвете своей республики. Еще каждый работал на своей полосе, но уже труд его становился общим государством славы и чести. Новое победоносно входило в деревню. Крестьяне обзоединились для совместной обработки земли. К ним на поля приходили тракторы из НТС. Соревновались трактористы. Йонас Юкнявичус – один из первых, кого правительство наградило орденом за мирный труд восстановления. И там, где прошла борозда знатного тракториста, знатоки не найдут огрехов. Машино-тракторные станции и прокатные пункты предоставляли крестьянам сельскохозяйственные машины. Особо... Все глубже проникает сила объединения труда и взаимной помощи. Через кооперацию получают кредиты, приобретаются обща семена, удобрения, сложные машины. Машины, которые объединяют людей. Более пяти тысяч сельскохозяйственных машин получила Литва от братских советских республик. Мужная, обещающая шла весна. Богатый урожай поспел на полях советской Литвы. Горячие садные дни уборки наступили для трудового крестьянства. Это выполнить слово, товарищи Сталежу. Водоплавающую птицу. Водоплавающую птицу. Самоотверженным трудом она вырастила большое колхозное стадо. Более четырехсот голов насчитывает свиноферма колхозная. Ферма из Таса Беткене три года назад могла сосчитать свое стадо по пальцам. Три свиноматки, девять поросят в республике. Колхозный... Животноводство важнейшая отрасль сельского дверя. В трудящей обской деревне энергично восстанавливает свои стада. Большую помощь оказывает им кооперация. Молочный и кооперативный союз имеет тысячи крестьянских хозяйств. Колхоз имени Жимайте уже развернул работы. Сусть хозяйственные постройки колхоза с зеленым венок. Символ созиданного крестьянина. Земля поет гимн великому побеждающему труду человека. Отныне никогда не остянство советская власть. Кончает косить полосу новосел Антанос-Разгис. Еще один взмах. Еще. Еще. Все. И Сильвестра Сматутис собирает свой урожай. Детство в Литве старинное обычае. Сидеть этому богатству. Только дальше вперед к изобилию поведет крестьян. Внимание было уделено восстановлению животноводства. Эта отрасль сельского хозяйства была гордостью Литвы. Она на... Выполнить данное Сталину слово. Поблизости расположены заповедные места. Обходчики оберегают разнообразный животный мир залива. Десятки видов птиц находят приют в прибрежных камышах. А в дни осеннего перелета здесь останавливаются на отдых бесчисленные стаи пернатых перед тем, как лететь в далекие южные страны. Привольно чувствуют себя дикие гуси. Здесь можно встретить и белого лебедя. Но вернемся в Клайпидру. К южной части города примыкает своеобразный песчаный вал коса Неринга. Эта узкая полоска суши протянулась на 100 километров. Достопримечательность косы огромные, поднимающиеся на 70 метров дюны. Медленно, но неуклонно ползут пески в сторону залива. В конце прошлого века они засыпали несколько деревень. Советские люди преграждают путь пескам. На косу приехала группа ученых Института лесного хозяйства Академии наук Республики во главе с Марионас Дауэтосом. И там, где раньше бушевали желтые бури, теперь поднялись молодые леса, зазеленели травы. Они помогают сдерживать наступление дюны. Близость города, коса, защищающая Куршумарес от балтийских штормов, сделали залив удобным местом для занятия парусным спортом. Здесь можно встретить тех сменов не только Клайпеды, но и всей советской Литвы. Клайпеды, 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 Клайпеды. С утра до вечера не умолкает веселые детские голоса на янтарном берегу. В Кируляй расположен крупнейший фионерский лагерь преспублики. В нескольких километрах отсюда, вблизи песчаных дюн и золотых пляжей, вырос один из лучших курортов Прибалтики, Паланга. Сюда съезжаются советские люди со всех концов нашей Родины. Служащий минчанин Осипцев и липайская работница Гриня. Народный артист СССР Кипрос Петраускас из Вильнюса и президент Академии архитектуры Мартвинов. Что поделаешь, не клюет, но впереди еще много свободного беременности. Как в родном доме живется здесь пенсионеру-москвичу Николаю Васильевичу Васильеву. Насыщенный йодом воздух помогает быстро восстанавливать силы. Комфортабельные виллы, лечебные фортепса, парки. Все служит одной цели. Укрепить здоровье советских людей. Наступает час прощания с Палангой. Пора домой. Хорошо провели воскресный день трудящиеся Клайпиды. Спешат домой и пионеры. Ведь завтра начинается сентябрь. Первый день занятий. За годы советской власти в Клайпиде втрое увеличилось число школ. Сейчас каждый четвертый житель города учится. Воспитанникам мореходного учения... Тринадцать научно-исследовательских институтов объединяет созданная в годы советской власти Академия наук Литовской СССР. Президент Академии профессор Йозес Матулис. Вице-президент профессор Жюкшта. Члены Академии профессор Лашес. Профессор Крещунос. Профессор Рокис. Ученые помогают республике решать проблемы народного хозяйства. Никогда еще наука не играла такой важной практической роли в жизни народа, как теперь. В Литве создана Академия наук. Президент Академии Йозес Матулис и вице-президент Йозес Жюкшта. Товарищи Казис Прейкшис и Владос Мюнга. Государственные деятели, виднейшие ученые обсуждают научные проблемы, связанные с пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства республики. Изучение производительных сил, исследование природных богатств страны, распространение научных и политических знаний. Этим заняты ученые Литвы. Академия наук стала центром всей научной работы республики. В области культуры Литва уже значительно превзошла довоенный уровень. Вся Литва учится и все учатся в Литве. Светлая молодость страны наполняет юные сердца. В Дануте Станилене, кавалер трех орденов славы, депутат Верховного Совета, рассказывает детям о жизни товарища Сталина. Жизнь вождя была для нее светлым вдохновением подвига. Молодежь изучает Ленина и Сталина. Их произведения стали нераздельной частью литовской социалистической культуры. Велика жажда знаний, тяга к учебе. Вильнюсский университет. 17 марта 1943 года гитлеровские войска оцепили это здание. Ассетовцы закрыли и разгромили университет. Но уже через два месяца после освобождения города, его двери открылись перед литовской молодежью. Новое студенчество приходит в древние стены. Дети-бедноты, крестьянские сыны идут овладевать наукой. Лекция по физиологии. Ее читает профессор Йонас Шопаускас. Лабораторные занятия по химическому анализу ведет профессор Казис Таукшес. Университеты в Вильнюсе и Каунасе готовят республике новые кадры специалистов и ученых. Публичная библиотека. Здесь собрана литература по всем специальностям. Труды классиков марксизма-ленинизма на родном литовском языке. Каунас, город промышленности и наути, город вузов, институт химической технологии, политехнический институт. Ветеринарная академия. Они стали крупнейшими научными и учебными заведениями республики. Самое молодое учебное заведение, институт физической культуры. Каунас, город промышленности и наути, город вузов, институт физической культуры. Институт за короткий срок дал стране 9 мастеров спорта. Воспитал чемпиона СССР по боксу Альдердеса Шоцикаса первую перчатку Союза. Студенты института завоевали в снигнованиях эти почетные трофеи. 11 вузов республики выпускают за год около полутора тысяч специалистов. Ботанический сад. Им руководит профессор Грибаускас. Республиканская селекционная станция в Дотнове. Ученый Мичуринец Буловас, депутат Верховного Совета СССР, ведет работу над новыми сортами дичменя, овса, ржи. Здесь выводится 48 сортов разных культур. В музее собраны богатые коллекции народного творчества. Вот старинные резные придорожные кресты, работы народных деревенских мастеров. И ныне Литва славится художественными изделиями кустарей. Народные ремесла хранят особенности национальной формы. Здесь любят национальные крестьянские наряды, пестрые вышивки, теплую скромную роспись ваз и кувшинов, форма которых возникает под руками худесников гончарного круга. Среди этих промыслов и ремесел, эта жизнь властно входит в литературу, искусство, в Государственный художественный институт. Леон Астамуллис в своей картине рисует восстановление Вильмса. Статуи рыбака создал молодой скульптор Казис Варнас. Крестьянин, он стремится своим искусством передать красоту труда. Это учебные тюды. Но с той же натуры пишет старика, бывший партизан, художник Александр Богин. Его картина называется «На расстрел». Немцы уводят на казнь людей из вильмска. Вильмска гетто. Художник Жмыт Зинавичус и скульптор Микенос. Скульптор Микенос создал монумент Победы в Калининграде. За эту работу Микенос удостоен сталинской премии. Художник Жмыт Зинавичус – замечательный поэт литовского пейзажа. В нынешнем году Академия готовится отметить большой праздник литовской культуры. Четырехсотлетие литовской книги. Первопечатные литовские издания. «Катехизмас» Майшвидаса, изданный в 1547 году. Профессор Пакарклис нашел в тайниках крепости Кёнигсберг рукопись литовского национального поэта Данилайтиса. Немцы прятали ее от народа. Поэма литовского классика вышла сейчас в русском переводе. Через книгу идет прекрасное общение культур. Великая русская литература становится достоянием литовского народа. Литовская литература – достоянием всех народов СССР. Родным, живым, неумирающим стало для всех советских читателей имя покойной Соломеи Нерис, замечательного поэта советской Литвы. В 1947 году ей присуждена Сталинская премия. Писатели Петерс Цвирко и Болис Струога, Антанос Венцлова и лауреат Сталинской премии Болис Даугавятис обсуждают в Союзе писателей новые произведения. Литва не имела своего рыболовецкого флота. Все, что мы видим здесь, создано за послевоятные годы. Суда экспедиции с ледяного лова снаряжается в поход в далекую Атлантику. Уже сейчас в Клайпиде добывается в пять раз больше рыбы, чем на военной плейдере. А за пятилетие улов возрастет еще в четыре раза. На полгода раздаются рыбаки с родными берегами. Корабли ведут молодые капитаны досвиденьки к Лайпидскому млекодному училищу. Счастливого плавания! В любую погоду в водах Балтики можно встретить рыболовецкие суда. Не на утлых лодках, как раньше, а на быстроходных траулерах идут в море литовские рыбаки. Десятки видов рыб обитают на Балтийском море. Одна из основных промысловых пород — треска. В залив Куршумарес вышли колхозные рыбаки. В их сети попались знаменитые путешественники Угри. Сюда они пришли из Атлантического океана, проделав путь в восемь тысяч километров. По-хозяйски используют колхозники богатство залива. Все эти приспособлены для лова только крупной рыбы. Молодняк уходит обратно в море. Квайперский порт, оснащённый новой техникой, принимает поток грузов в братскую помощь русского народа. Со всех концов Великого Советского Союза поступают в Литву строительные материалы, машины, станки. Комсомолец Витаутас Симонайтис погружает станки для клайперской предельной фабрики Треничарь. Но не одним янтарём богато море у литовских берегов. В рыбачьих гаванях появились новые суда, морские тральщики для глубинного лова. Теперь литовские рыбаки стали настоящими хозяевами своих морских берегов. Клайпеда. Морские ворота Литвы. Морской порт был совершенно разрушен немцами. С удивительной энергией его восстановили. Порт ожил. Со всей Балтики сюда приходят корабли. Десятки тысяч тонн грузов принимает Клайпеда. Немцы называли этот город и порт Мемель. В 1939 году они вторглись в город и оторвали его от Литвы. Советский Союз возвратил Клайпеду литовскому народу. Морские пути связывает город с ближними и дальними странами. Над кораблями у причалов незамерзающего порта круглый год ревит флаги различных стран. Разгружается польское судно Тобрук. Коллектив порта несколько раз завоевывал первенство во всесоюзном социалистическом соревновании. Из многих городов СССР поступают в Клайпеду грузы, необходимые для дальнейшего развития промышленности, сельского хозяйства и культуры советской Литвы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...